Трудная победа. Матч был напряженный. Я хочу отметить соперника. В первую очередь, с точки зрения ведения организации командных действий в обороне, было непросто взламывать эту оборону. По сути, в первом тайме мы имели один потенциальный момент, где могли выжимать больше из эпизода, когда Глеб Жардев получил на линии штрафную передачу от Владимира Хвощинского. Ну и чуть-чуть потерял время и замешкался с принятием решения. Это был единственный эпизод в первом тайме, где мы потенциально могли угрожать воротам соперника. Поэтому высокая организация игры общекомандной обороны соперника у нас сегодня была достаточно качественная. Поэтому с этой точки зрения было непросто создавать голевые ситуации. Сталкивался с такими играми в своей карьере тренерской и знаю, что здесь цена эпизода имеет очень решающее значение. Хотя, конечно, цена эпизода в любом матче имеет значение очень огромное. Но вот в таком матче, когда я понимал, что Днепр не раскроется, не оголит тылы, не пойдет большими силами вперед, чтобы оголять тылы, будет ждать своего момента. И здесь очень важно было грамотно сработать, еще раз говорю, для того, чтобы все-таки склонить чашу весов в свою пользу. Что у нас, в принципе, и получилось во втором тайме. Благо, есть перерыв 15 минут после первого тайма, где мне, я считаю, удалось достучаться до ребят, в хорошем смысле этого слова. То есть мы чуть-чуть добавили в переходе из обороны в атаку, именно быстрее стали мяч двигать ближе к воротам соперника. Ну и как следствие, вот гол забит Реймонда Мадеолой после передачи Паши Седько, это уже непосредственно вблизи ворот соперника. То есть как только чуть-чуть мы стали чаще доставлять мяч к воротам соперника, сразу стали появляться вот эти моменты, из которых мы выжили голы. Ну и хочу отметить команду свою в целом, то, что ребята, понимая, что сегодня очень важно было сработать на максимальный результат, нашли в себе, скажем так, силы, энергию для того, чтобы добавить во втором тайме и все-таки склонить чашу весов в свою пользу. Отмечу также вышедших на замену футболистов, ребята, они как удержали ритм игры, да, оказали давление на тех игроков, которые также вышли свежие у Могилевского Днепра, да. И, наверное, вот тот момент, который имел Дональд, да, и реально можно назвать голевым, и действительно, вот, если бы исполнительское мастерство парня не подвело, неизвестно, чем бы матч закончился. Ну а так мы, наверное, это везение заслужили сегодняшним отношением к игре, своим стремлением также добиться максимального результата. Поэтому, с этой точки зрения, вышедшие на замену футболисты добавили нам интенсивности, добавили помощи в обороне защитникам нашим крайними, Вадиму Пигасу и Рае Лопесу, да. И, естественно, что Матвей Михарин сделал отличную передачу, выйдя крайним полузащитником левым, после которой счет стал 2-0, и, конечно, нам стало чуть-чуть больше, поспокойнее уже стало, и мы стали более уверены еще действовать. Вот, поэтому, в целом, наверное, заслужили мы сегодня, не, наверное, а заслужили эту победу. Еще раз говорю, цена эпизода в таких матчах, когда высокая организация команды, и 1-2 в обороне, имеет решающее значение. Мы сегодня оказались в этом компоненте сильнее соперника, поэтому заслужили победу. Вадим Викторович, коллеги, будут вопросы? Да, Вадим Викторович, 4-й матч, с вами у нас подряд довольны ли вы, Григорь, в обороне? Я уже ответил на этот вопрос. Организация игры в обороне радует по сегодняшнему матчу. Я не хочу оборачиваться, что было в прошлых матчах. В каждом матче своя история, свои эпизоды. Нельзя сказать, что в тех матчах, где мы предыдущих сыграли на ноль, у нас не было голевых ситуаций у наших ворот. Тем не менее, еще раз говорю, что касается сегодняшнего матча, то, наверное, за исключением вот этого, еще раз говорю, эпизода, когда Дональд пробил, простил нас, да, и стандартные положения, которые несли определенную угрозу нашим воротам у соперника, были достаточно тоже подготовлены. Видно, что домашние заготовки, что команда готовилась. Поэтому с этой точки зрения, еще раз говорю, что радует то, что ребята справились, и мы не пропустили сегодня. Ну и, как следствие, не пропустив свои ворота, мы нашли свои моменты для реализации и выиграли этот матч. Хочу еще раз сказать о том, что вот, зная Вячеслава Ленина, еще Гераченко, как тренера, давно уже знаю его, даже нас связывают и дружеские отношения. Мы вместе когда-то и в футбол играли в одной команде, и в сборной национальной играли, и как тренеры поддерживаем связь хорошую. Я понимаю его немножко эмоционально с недовольной, он сегодняшними, может, какими-то спорными эпизодами. Но, еще раз говорю, здесь высокая организация Днепра, это тренерская рука видна, поэтому понятно, что было нам непросто. Но, еще раз говорю, мы справились с этой ситуацией и уезжаем с тремя очками из Могилева. Спасибо. Еще вопрос. Александр Селялова сегодня выходил на поле капитаном. Это ваше решение тренерское, либо это следствие какого-то кадрового дефицита? У нас все ребята, которые Сергей Политевич, Саша Сачивка, Мак Швецов, Роман Бегунов, то есть это все футболисты, которые входят в тренерский совет и которые являются вице-капитанами. Политевич Сергей Капитан, но, к сожалению, сейчас так складывается ситуация, что ни одного из них нет в обойме. По разным причинам, я не буду называть эти причины, но мне, конечно, бы хотелось, чтобы эти ребята все были в строю. Поэтому, исходя из сегодняшнего состава стартового на этот матч, который закончился, естественно, что здесь я понимал, что выбор будет стоять в принятии решений капитана на сегодняшний матч между Алексеем Гавриловичем и Александром Селявой. Я принял решение в пользу Александра Селявы.